Добрый день, уважаемые гости, зрители канала Наша Жизнь. У нас середина февраля, собственно говоря, самое время для того, чтобы сажать рассаду перца. Сегодня мне хочется попробовать новый способ, которым я ранее не пользовалась. Я уже добавляла видео о том, как можно сажать семена перца разными способами. Сегодня я хочу предложить новый способ и попробовать сравнить, соответственно, вот эти самые разнообразные способы. Итак, один из способов это ставить семена сухими. У меня вот здесь перец владыка должен быть крупноплодным, без ГМО, вроде бы хорошие вот такие вот качества исходные нам даются. В пакетике оказалось 18 семян. Ну, собственно говоря, какие-то из них покрупнее, какие-то помельче. Ну, мы их зато можем разделить на три одинаковых по количеству части и использовать три способа для того, чтобы посеять семена. Ну, как известно уже многим и давно о том, что сухой способ посадки семян не очень хороший, только поскольку семена всходят довольно-таки долго. Но, тем не менее, у нас эксперимент, поэтому мы должны показать действительно, насколько эффективным является замачивание семян перца перед его посадкой. Ну и замачивать семена перца мы тоже будем двумя способами. Здесь вот одинаковое количество воды в двух стаканах. Наливала, скажу сразу, из-под крана теплую воду. Можно, конечно, говорить о том, что необходима именно проточная вода, дождевая вода, снеговая вода. Но, тем не менее, делать этого не буду. Не буду замачивать в марганцовке, поскольку марганцовкой мы прольем саму землю для обеззараживания. А вот семена мы пока использовать таким образом не будем. Как видите, семена достаточно сухие. Вот то, что мы их поместили в воду, они все равно у нас пока что еще держатся на поверхности. Вот одно семечко начало только опускаться пока сейчас. Но, в целом, мы замочим их все. Я думаю, что они сейчас, когда чуть-чуть поднаберутся влаги, они, конечно, у нас опустятся. Ну, считается, что если семена все-таки плавают, то это не очень хорошие семена. Либо пустые семена, ну, либо действительно пересушены. Вот одно семечко из этих 18, и вижу, что изначально у него уже поверхность неровная, то есть возможен дефект. Возможно, что просто семечко не взойдет, но, опять-таки же, это эксперимент, поэтому мы его нарушать сейчас не будем. Берем одну пачку и все одинаковые семена размещаем. В третьем стакане у меня тоже налита вода, но здесь мы будем добавлять в эту воду обычную соду. Пищевую соду вот на кончике ложки, добавляю в стакан, хорошо размешиваем для того, чтобы у нас сода относительно растворилась. Ну, говорят о том, что все-таки сода, она обеззараживает и улучшает, соответственно, в последующем борьбу ростков с разного рода заболеваниями. Ну, насколько это эффективный способ, мы как раз с вами и проверим. Или, может быть, все-таки обычная вода ничем не хуже, и все это выдумки и мифы людей. Ну, по крайней мере, вот в этом году я решила проэкспериментировать. Я давно услышала об этом способе. У меня есть одна знакомая, которая каждый год сажает так исключительно семена, и все семена она обрабатывает таким образом. В этом году решила проэкспериментировать я, и все-таки проверить, насколько этот способ действительно действенный и существенный. Итак, вот три наши готовые баночки. Еще раз повторюсь, что в первом случае это сухие семена. Во втором случае мы замачиваем семена в обычной теплой воде. В третьем случае мы в эту теплую воду добавляем пищевую соду, и в ней замачиваем семена перцев. По шесть семян сладкого перца владыка. Приблизительно от получаса до часа оставляем семена на замачивание, и в последующем сажаем. И, естественно, проверим в дальнейшем о том, каким образом наши семена будут сходить, и насколько влияет вот разный способ подготовки самих семян к тому результату, который у нас получится. Будем отслеживать на протяжении всего периода зрелости. Добрый день, уважаемые гости, зрители канала «Нашу жизнь». Несколько недель назад мы начали эксперимент по посадке семян перца тремя способами. К сожалению, раньше у меня возможности не было снять видео, поэтому снимаю уже немножечко на подросших перцах. Но, тем не менее, наверное, сейчас более очевидно о том, есть ли разница в посадке. Итак, вот беру первую палочку. Вот эти четыре ячейки у нас были посажены при помощи того, что мы просто в обычной воде заранее увлажнили наши семена. То есть немножечко их сделали влажными. Какой вывод можно сделать? Во всех четырех ячейках перцев зашли, причем, если обратить внимание, у них приблизительно одинаковый уровень роста. То есть, в принципе, схожесть была приблизительно одинаковой. Единственное, вот здесь вот один перчик чуть позже взошел, но вот, пожалуй, он один. Это единственный минус, который очевиден. Дальше давайте посмотрим вот на этот ряд. Это у нас перцы, которые были посажены сухими. Может быть, вам на камере не очень хорошо видно, но я читаю достаточно хорошо. Итак, что касается сухих перцев, у нас тоже было четыре ячейки. Мы все, как раз все три способа делали по четыре ячейки. Итак, сухие перцы. В одной ячейке передовываем-таки крупные уже листики хорошие у него. Во второй ячейке крупные, вот здесь вот совсем-совсем откуда-то непонятно появляется у нас перчик только. Здесь средний перчик и здесь маленький. В принципе, схожесть, ну, фактически стопроцентная. Мы сажали там практически по пять семян. То есть, схожесть хорошая, но очень-очень неравномерная. Даже в отличие от воды, где у нас все-таки практически все кусты одного роста, одного уровня, здесь все-таки очевидно, что неравномерность наблюдается. И третий способ – это вот эти четыре ячейки по прямой. Это там, где мы замачивали семена содой. Ну, первый раз я это делала, но очень много слышала положительных отзывов о замачивании семян содой, что она дезинфицирует, что она способствует ускоренному развитию. Ну, вот, кстати, обращаю внимание, вот этот перчик, он действительно выделяется среди всех остальных посаженных. У него очень плотный уже стебелечек идет, достаточно хорошая листовая система развитая. Ну, единственное, что он уже, ввиду того, что он высоко вырос, он, конечно, требует уже окучивания и более-менее плотный опор. Но при этом у него же, вот здесь внизу, видим еще какой-то, откуда-то непонятно появившийся маленький перчик. Здесь вот у нас в одной ячейке выросли два сразу перца. И обратите внимание, они как два брата-близнеца, абсолютно одинакового размера, роста. Я бы не сказала, что они очень тонкие, несмотря на то, что им вдвоем приходится делить вот эту ячейку. Но, тем не менее, один все равно у нас, видите, в одной ячейке перчик зашел. Но он, сразу очевидно, что он меньше всех остальных. И вот небольшая непонятная ситуация в последней ячейке у нас сложилась. Сначала вырос один перчик, он достаточно, ну, обычного, среднего размера. Но потом вдруг, откуда ни возьмись, появились еще три перца. Честно сказать, столько не сажало. Может быть, остатки в земле какие-то оставались, не более того. Но, в целом, я не знаю, насколько они будут хорошо развиты и насколько они будут защищены от всякого рода болезней. Но, в целом, если посмотреть на вот эти три способа посадки, то, в принципе, способ замачивания семян простой водой, он вполне оправдан. То есть, семена взошли достаточно ровно, взошли во всех ячейках. То есть, нет такого, чтобы хотя бы какая-то ячейка была абсолютно пустой. Неплохой способ оказался при посадке содой. Действительно, вот именно в этом способе у меня пока растет самый мощный перчик. Ну, и, в принципе, не исключается возможность посадки перца сухим способом, то есть сухими семенами. Но это значительно замедляет процесс развития и делает его очень-очень неравномерным. Ну, а какой способ вы для себя выберете наиболее оптимальным? Возможно, еще замачивание в марганцовке, которая тоже должна обеззараживать. И как будут развиваться наши перцы мы, конечно, в последующем отследим. Но сейчас, наверное, все-таки я их немножечко подокучу для того, чтобы они у меня совсем не падали и не поломали стебельки. Потому что здесь они посажены были довольно-таки мелко и, соответственно, сейчас они уже становятся довольно-таки тяжелыми и сами свой вес уже не выдерживают. На этом пока все. С вами была Юля, канал Наша Жизнь. До новых встреч!